На этой неделе стартует чемпионат области по футболу. Второй год подряд его предваряла игра за Суперкубок. Кто станет обладателем первого трофея сезона и под силу ли этой команде победить на внутреннем первенстве? Об этом расскажет мой коллега Роман Штверяков. Игру годичной давности болельщики, следящие за областным футболом, наверняка помнят. Тогда Суперкубок достался Альпари Пятерка, затратившему на победу над прогрессом больше 90 игровых минут. Сейчас бывшие противники единая команда, но еще до слияния клуб Изоевки выиграл чемпионат и стал обладателем Кубка. Поэтому в воскресенье на поле стадиона Россия вышли серебряные медалисты из машиностроителя ДЮСШ-5 и обновленный коллектив самого футбольного райцентра, который отныне будет выступать как Вятус Дюшор, Локомотив, Зуевка. Мы в первый раз в этом составе практически очень много новых ребят влилось в коллектив. Поэтому какими-либо целями мы себя озадачивать, ограничивать не будем. Мы будем играть, ставить игру, формироваться как коллектив, как команда. Грядущий чемпионат области станет дебютным еще для одного клуба. Свои силы попробуют 17-летние воспитанники пятой спортшколы, проходившие взросление на юношеских первенствах России. С футбольной карты области исчез только Уржум. В остальном борьбу за медали поведут давние соперники. Правда, большинство прогнозов сходятся в одном – победу, и, похоже, безоговорочную в турнире прочат прогрессу, ставшему еще сильнее от прихода лидеров «Аль-Пари». Если честно, это команда уровня третьего дивизиона. И я, как руководитель одного из футбольных клубов, очень бы хотел, чтобы они играли там. Поэтому у нас и это бы пошло на пользу чемпионата области, потому что все остальные команды практически равны и могут на равных сражаться друг с другом. Из наиболее вероятных конкурентов областного гранда чаще других называют подопечных Константина Оленева. Перед нынешним стартом эта дружина пополнилась опытными игроками. Во многом, благодаря им, матч за Суперкубок стал копией прошлогодней игры. В основное время забитых мячей зрители не увидели. Обмен голами пришелся на дополнительные экстра таймы. Но и эти полчаса не выявили победителя. Соперникам пришлось бить пенальти, где точнее были вице-чемпионы области, реализовавшие четыре возможности из пяти. А победа немножко поднимает моральный дух команды перед стартом в областном чемпионате? Конечно поднимает. Любая победа, тем более после 127 минут, после такой жаре, конечно поднимает. И, скажем так, гораздо лучше мы себя будем чувствовать после победы, чем соперник после поражения. Хотя они тоже отойдут. Быть в тройке – такова задача обладателей Суперкубка на чемпионат. Его розыгрыш начинается в эти выходные, а последний тур пройдет традиционно осенью. Роман Четверяков, Владимир Подлевских, Вести Киров.